Завершившиеся в Черкесске новогодние праздничные торжества прошли без серьезных эксцессов. Этому способствовали как профилактические мероприятия экстренных служб реагирования, так и погодные условия, которые для участников дорожного движения оказались весьма благоприятными. Не в пример прошлогодним. Но, разумеется, совсем без происшествий тоже не обошлось. По максимуму задействованы патрульные экипажи. Все были направлены на обеспечение безопасности движения, выявление водителей, грубо нарушающих ПДД. Это как и нетрезвом состоянии выезд на полосустречного движения. За это время у нас произошло 43 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Погодные условия позволили народу спокойно отдыхать, то есть не было осложнений по состоянию уличной дорожной сети, по состоянию покрытия, хотя коммунальные службы, все дорожные службы, коммунальные службы находились в круглосуточном режиме. Кроме того, во время новогодних праздников автоинспекторы задержали около 20 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них трое оказались в поле зрения стражей порядка не в первый раз. Что касается общей обстановки в городе, то на период проведения торжественных мероприятий в обеспечении правопорядка были задействованы около 400 полицейских. Места проведения мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Безопасное дорожное движение обеспечивали сотрудниками госавтоинспекции. В результате принятых мер нарушение общественного порядка при проведении данных мероприятий не зарегистрировано. В ночь с 6 на 7 января текущего года в четырех церквях и храмах города Черкеска прошли торжественные богослужения, посвященные Рождеству Христова. В мероприятиях приняло участие около 3000 человек. Проведение данных мероприятий также прошло без нарушения общественного порядка. В региональном управлении МЧС сообщили, что в Карачае-Черкесии в период новогодних праздников чрезвычайных ситуаций и происшествий зарегистрировано не было. Это стало результатом проведенной в декабре прошлого года профилактической работы. Было усилено дежурство спасателей Донбайского и Архивского поисково-спасательных подразделений КЧПСО МЧС России. На склонах несли дежурство как сотрудники МЧС России, так и спасатели поисково-спасательных формирований курортов, которые были готовы прийти на помощь в любую минуту. У них была вся необходимая техника и снаряжение, что позволяет выполнять работы по спасению людей на профессиональном уровне в условиях высокогорья и низких температур. 2 января в поселке Архив спасатели оказали помощь женщине, которая повредила ногу при катании на склоне. Женщине оперативно была оказана первая помощь, после чего сотрудники Архивского ПСП транспортировали в медицинский пункт поселка Романтик. В остальном можно констатировать, что для жителей и гостей нашей республики новогодние торжественные мероприятия оказались действительно праздничными. Не были омрачены негативными событиями. А ведь, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Артур Махцин, Андрей Дорошенко. Итоги недели.